я заранее прошу прощения за даже за то что на презентации написано английские буквы это нам ни капли не помешает просто перед вами эту лекцию слушал некий джеймс ватсон который придумал двойной спирт днк поэтому вот на английском неважно для начала несколько вопрос который сейчас я сейчас вам задам а кто знает сколько планет в солнечной системе много 7 8 9 10 а на самом деле а и сейчас правильный ответ не даст никто потому что в принципе если говорить совсем корректно то 8 плюс 5 плюс очень много действительно сейчас считается что у нас есть 8 больших планет плюс 5 карликовых планет одна из которых двойная ну и куча всякой мелочи нам с вами повезло прямо вот в наши в наши дни мы вот наше знание о солнечной системе увеличиваем кратно кратно и кратно потому что мы научились запускать ко всем планетам специальных роботов которые изучают эти планеты очень близко и оказывается что все очень неожиданно не так как думали там ну когда я учился в школе у нас еще была астрономия мы совершенно по-другому представлялись многие планеты а вот и поэтому с мы с вами сейчас просто про путешествуем от самых близких границ солнечной системы до самых окраин вместе с последними миссиями которым последних десяти лет и будущих лет видел экран да вот так так нормально а там ничего не видно там черный квадрат малевича вот не суть и так вот поэтому давайте так и единственное две оговорки мы не будем с вами сейчас брать солнце и луну потому что иначе на наш разговор затянется до вечера единственно что я расскажу что уже совсем-совсем скоро по-моему даже в этом году впервые отправится миссия которая должна зачерпнуть кончик кусочек солнца чиркнуть по краю солнца и мы опять снова узнаем что-то чего не знали совсем никогда и так какая у нас планета ближайшая к нам не к нам а к солнцу к солнцу к нам ближайшая венера кстати меркурий конечно меркурий вот мы планетка меркурий я сам буду переключать а вот понятно вот меркурий а планетка достаточно крошечная да вот посмотреть вот в этом планета земной группы со в сравнении земли земли меркурий венера земля и марс совсем маленький у нас в солнечной системе из два спутника которые больше его но поскольку он самостоятельная планета он считается именно планет а надо сказать что до недавнего времени меркурий был одной из самых малоизучных планет потому что к нему очень трудно летать как вы думаете почему не жарко понятно да жарко понятно но кстати меркурий не самая жаркая планета а проблема в том что когда вы когда вы летите вы вам нужно сначала оторваться от земли набрать большую скорость да а потом она сбрасывается то есть как бы очень сложная баллистика очень сложно лететь несмотря на то что очень близко но сравнительно близко поэтому довод недавнего времени только один вот этот аппаратик такой насовский зонт американский маринер 10 еще до моего рождения то еще 40 лет назад пролетел мимо него два раза мимо него пролетел в семьдесят третьем году он был запущен 75 он два раза пролетел мимо него сфотографировал часть поверхности там 700 фотографий сделал и померил температуру ну все в общем и до последних лет до третьего тысячелетия до ничего больше к меркурию не летал и вот случилось уже в этом тысячелетии отправили новый аппарат американцы же nasa который называется messenger надо сказать что вот на этом примере очень легко показывать как современные ученые любят выпендриваться то есть мы берем красивое слово messenger несущие послания да а потом конечно это вообще не слово аббревиатуры придумываем какое-то название под это аббревиатуру респот mercury surface space environment геохемистрии антре динк энд рэнджинг то есть измерение изучение поверхности меркурия космического окружения геохимии и расстояние на нем то есть чисто просто вот ради выпендриваю аппарат был запущен в четвертом вот смотрите кстати запущен был в 2004 году там семь лет лет летел к меркурию потому что очень долго очень сложно много раз пролетал мимо разных планет сбавлял скорость увеличивала скорость и только в одиннадцатом году он вышел на орбиту меркурия и четыре года проработал там причем после этого его не оставили на орбите а разбили о поверхность не для того чтобы не достался на планете а нам нет потом расскажу почему конечно главное что он сделал это очень много красивых фотографий она надо сказать что все объекты на меркурии называется в честь деятелей искусства потому что меркурий в римской мифологии он покровительствовал художником там певцам и вот там есть кратер айвазовский там леонардов такие вещи но есть вот такой прекрасный кратер микки маус да вы вы правильно назвали абсолютно его очень много красивых фотографий много научных данных по которым до сих пор выходит много статей цветные всякие там прочее но что самое важное почему его разбили то а в этом году в октябре с если я не ошибаюсь французской космодрома куру во французской гиане стартует ракета которая выводит два одновременно два аппаратика который нас будет называться беппи коломбо это 2d миссия одна из них европейская с российским участием а другая японская и вот один из этих аппаратов будет снова изучать поверхность меркурия и он увидит свежую дырку в нем который только что проделал этот вот и таким образом мы сможем посмотреть состав поверхности состав грунта уж свежая свежий кратерах он нам помогает а эти вот два аппарата они вот один из них будет изучать планеты от mercury planetary orbiter а другое будет магнитосфера то есть европейский аппарат будет по круговой орбите вращаться а японский как раз 2 мм он будет пока очень вытянутой орбите вращаться чтобы и вблизи магнитное поле изучать и издалека с венеры у нас все гораздо лучше потому что венера это супер российская советская гордость наши аппараты впервые и достигли впервые не усели впервые передали картинки впервые цветные картинки передали потом впервые запустили дирижабль вот в атмосферу но это все было давно буквально вот за третье тысячелетие в атмосфере около венера вообще работал две миссии всего лишь одна счастье по прежде чем работает первая из них это европейская миссия венус экспресс венерианский экспресс который был сделан вместе с россией с россией а мне даже повезло присутствовать новых при выходе на орбиту нас тогда еще будут было представительство и сои мы получали трансляцию с венеры сюда москву а надо сказать что этот аппарат на самом деле является секонд-хендом знаешь секонд-хенд когда вещи сдают да вот вторичное использование это та же самая история знать почему потому что забегая вперед я скажу что марс это планета такая проклятая потому что все что не летит она разбивается с первого раз по крайней мере поэтому обычно когда страна готовит свою первую миссию на марс он делал сразу два аппарата но спиры все равно разобьется по-любому и европа готовит свою миссию на марс марс экспресс сделал два аппарата отправила 1 начала готовить 2 1 не разбился он до сих пор работает там и в итоге у нас на складе в европе лежит такая дура стоимостью 70 миллионов евро который нужно как-то куда-то использовать и вот был объявлен конкурс и придумали что его на по запустите на венеру добавили то пара приборов и вот собственно говоря миссия работает до сих пор интересная штука видите она планировалось что она будет работать 500 дней всего лишь она проработала на орбите венеры практически 9 лет очень удачная миссия получилась чего не скажешь о японской миссии окацуки почему не почему не скажешь вообще в принципе япония эта страна проигравшая во второй мировой войне и ей до сих пор запрещено иметь большие ассигнования на военные на военку и поэтому военный космос у них вообще запрещен полностью естественно космические след у них получают деньги по последним последней очереди поэтому все делать на коленке все ломается но у японии вместо денег на космос есть самурайский дух и вот мы например запускаем миссию окацуки на венеру нас как видите запущена в 2010 году а вышла на орбиту в пятнадцатом то есть пять лет вроде бы на венеру лететь ну шесть месяцев максимум стандартный перелет почему так долго у японцев есть традиции они что-то запускают в космос это прям сразу же там ломается и потому они долго нудно пытаются восстановить его работу так получилась из миссии окацуки просто промахнулась мимо орбиты венеры и они пять лет вытаскивали снова вот на орбиту на честном слове на одно самурайском крыле но в итоге получилось вот она уже два года работает там даже вот открыта блат открытку очень странную большую волну которая бежит по всей поверхности атмосферы венеры потому что венера она же вся покрыта облаками и надо сказать что самая жаркая планета на солнечной системе это венера если на меркурий 450 градусов то здесь 465 за счет парникового эффекта плюс давление 90 атмосфер плюс облака из серной кислоты прекрасное место для каникул но конечно больше всего изучают марс спасибо нашим дорогому ски аппарели и всем там герберту уэлсу всем автором фантастики про марсиан сначала искали марсиан потом искали там жизнь пока ничего не нашли но изучать продолжают марс маленькая планетка когда-то на нем действительно скорее всего была жизнь не была нормальная атмосфера но марс планетка маленькая поэтому атмосфера у него с него убегают поэтому сейчас там очень некомфортно минус 70 за бортом чаще всего давление очень маленькая углекислота то есть не очень хорошо вот это марс и его спутник фобос но это как бы не космическая миссия снимала это телефон телескоп хаббл вот надо сказать что марс изучается очень плотно очень много и его можно изучать тремя способами можно на марс сесть и вот так вот изучать его сидеть на нем можно на марсе есть и по нему ездить а можно вокруг марса крутится все эти три способа сейчас реализуются прямо вот сейчас из посадочных миссий а самая последняя завершившихся это вот миссия феникс раньше назывался марта тоже любимая история когда мы готовим миссию мы называем каким-то там ну нейтральным названием это называлось марсианский полярный посадочный аппарат марс поларлендер а потом когда нужно все полетело мы придумываем красивое имя мир феникс миссия вот это вот миссия феникс ее задача была сесть в районе северного полюса марса и найти там воду это был 2008 год вот в мая 2008 года она приземлилась на марс и тогда тоже было все обставлено попав все по-голливудски потому что вот и и спуск снимали вот видите спускаем аппарат летит прям с орбиты с орбиты марса снимали спуск и вот на 20 день уже видите здесь уже есть видно лед который потом испарился то есть на если вы вдруг окажетесь на марсе вам нужно будет вода вам нужно носить к северному полюс там просто можно копнуть лопаты там же вода будет выделено ее хватает поэтому мэтт деймон не знал куда там вот фильме марсианин был неправ нужно просто на север сходить покопать они картошку сажать а вот тем не менее жизнь этой миссии была короткая потому что она всего лишь зато удачно на вы выполнил свою миссию после чего вот фотографии с космоса ее сделаны после чего она вот видите вот она живая вот двое солнечной батарейки а вот она уже мертвы потому что зимой на нее намерзла углекислота и обломила солнечной батареи а сейчас вот прям совсем скоро в по моему в июне или в июле забыл когда летит ее двойник и брат-близнец вместе называется inside тоже такой же аппарат сядет на марс но его задача главное будет будет пробурить марс на помна 5 метров для того чтобы изучать его сейсмическую активность плюс плюс к пока всему вместе с ним полетит два маленьких маленьких спутничка они называются куб сад и куб сад это спутник который можно упаковать в кубик размером со стороной 10 сантиметров и веса не больше килограмма до таких куб садика будет летать вокруг марса и обеспечивать связь с землей сейчас вокруг марса крутится сразу шесть орбитальных станций 6 спутников которые звучат марс у них у всех разные задачи разные сроки жизни и вообще как бы разные цели вот самый древний ветеран марсианской флотилии марс-одиссея насовская миссия он был запущен еще в 2001 году а надо сказать что опять вот когда вы видели если кто видел фильм марсианин вот помните там мэтт дэймон откапывает марсоход и при помощи него связывается землей так вот ничего бы не получилось потому что сам по себе марсоход земли позвонить не может как вы вот вы если вы в чистом поле да у вас сотовый телефон он работает да но высших сотовых нету так вот этот аппарат работает сотовой вышкой для марсоходов то есть марсоход передает сигнал суда а он уже передает на землю а вот собственно говорят двойник этого аппарата марс-экспресс полетел на венеру если вы помните вот секонд-хенд его полетела на венеру а у него была своя особенность у марс-экспресса был свой спускаемый аппарат который назывался бигль как корабль дарвина если вы помните он должен был сесть на марс развернуть шесть таких лопухов солнечных батарей да вы до вывести антенну потом достать такую руку руку робот который должна была бы покопаться в грунте но на связь аппарат не вышел марсу таки проклятая планет как мы помним да и только недавно мы смогли узнать что случилось когда появились новые аппараты вокруг марса смогли сфотографировать марс-экспресс посадочный аппарат и оказалось что там была грубая ошибка инженеров там как получилось сначала выходили все шесть батарей потом выходила антенна а потом выходила рука то есть пока 6 батареи не раскроются связь не вышли нет как бы антенны не поднималась и в итоге вышли с у меня там показалось что он раскрыл 33 лопуха раскрыл а четвертый застрял ему этого хватило для работы но пока 6 не вышло не выходит антенна для связи сможет нам же работает может он получил информацию но на землю на передать и не смог ну и совсем самый любимый самый масштабный самый важный сейчас из нынешних аппаратов который называется марс реконесейнс орбитер он же марсианский орбитальный разведчик этот аппарат полетел 2005 году то есть наработать уже больше 12 лет на орбите же почти надо на орбите уже уже 12 лет работает в чем его главное достоинство у него есть большой большой фотоаппарат которым он смотрит на марс и карт и фотографирует землю с разрешением а вот если бы он фотографировал наш зал каждого из вас было бы видно индивидуально у него разрешение снимка 30 сантиметров то есть каждого человека каждого марсиана он будет сразу и с ним связана замечательная история вот вы наверное помните на ваши родители должны помнить что в 70-е годы 80 вот эта вот фотография во всех журналах особенно советских вот это вот марсианский сфинкс потом вопросы потом да марсианский сфинкс вот лицо да что там марсиане до полетели вот там же некоторые особо рьяные здесь даже пирамиды видели ну после определенного количества принятых напитков а не правда видеть я сам читал стричь там пирамиды вот это вот здесь вот вот это будет пирамиды кусок торчит не суть когда кто-то вменяемый пытался сказать ну ребята но вы уж понимаете но можно так тени легли ну солнце так светим всякое бывает не марсиане полетели все в итоге дождались запуска нормального фотографа с нас нормальной камерой качеством да и сделали фотографию вот этого же в нормальном качестве вот ваш лицо не но если очень постараться конечно можно увидеть безусловно то есть можно рассказать что марсиане за это время очень поняли что там летает сверху фотограф бы брынга замаскировали посту которые вот на самом деле а у этого аппарата гораздо более важные функции чем развенчивать миф потому что он создал полную карту марса при его помощи были открыты потоки воды жидкости на марсе сейчас на марсе это время от времени вырываются из грунта потоки жидкость но это как бы это пить нельзя потому что это ядовитый пер хлораты вот а кроме того мы по мы сможем при его помощи видеть все что сводилось на марс вот первый советский аппарат марс 3 который впервые сел на марс к сожалению он очень быстро через 16 секунд прекратил передачу потому что сигнал забила самая мощная буря в истории марса тогда не повезло тоже еще один аппарат насовский мавен тоже это называется аббревиатура ведь и марс атмосфер and volatil evolution missing то есть он на самом деле не делать красивых картинок он изучает как с марса убегает атмосфера вы же знаете что раз приду наверно тематику уже учились распределение скоростей молекул воздух любого газа да и самом краю молекулы получается как к часть молекул имеет скорость большую первой космической убегает с марса а вот это уникальный прибор это индии 1 это первый индийский космический аппарат направлены к марсу это раз второе это парад сразу же с первого раза получился успешным он нормально долетел летает все такое а самое главное при при его помощи можно легко доказать что американцы были на луне знаете почему нет он на 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 нам около марса просто дело в том что на его примере очень хорошо понятно что снимать высадку на луну в голливуде было бы дороже чем послать на луну потому что вот стоимость полная стоимость этого аппарата производства постройка запуск обслуживать все 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 вместе стоит дешевле чем один голливудский блокбастер реально 70 миллионов долларов дешевле чем фильм гравитация а марсоходы вот знаменитая картинка нас она которая показана три поколения марсоходов а вот это типа первый марсоход который называется под фандеры лесу черно вот его выкапывал мэтт дэймон в фильме вот но поговорим про эти два и на самом деле скажем вам что эта картинка врет первый марсоход выглядел совершенно по-другому он выглядел так этот вот прибор на он прилетел вместе с миссией марс 3 вероятнее всего он даже вышел на поверхность и попрыгал по марс потому что никто не знал что марс там мягкие твердые там пылью покрыты до этого в свое время когда прорабатывали концепцию лунохода тоже были дискуссии там пытались делать какие-то огромные эксперименты и все такое в итоге королевка который курировал проект написал указ приказ что приказываю считать луну твердой и все отставить дискуссии делаем работу вот этот отголосок дискуссии по поводу твердый ли марс он должен был попрыгать по марсу его знать можно ли по нему ездить мы к сожалению имеем с него данных потому что опять в передаче станции передавать прервала через 16 секунд тем не менее вот два близнеца ровер и спирит и опартии униты и они показывают насколько тяжело работает на работается нам научным журналистам может быть вы знаете что в редакциях крупнейших мировых изданий лежат некрологии на всех глав государств ведущих ну мало ли что но вдруг вдруг умрет и вот сразу мы достали и публиковали все быстро а вот у нас была примерно та же самая история с марсом с марсоходами потому что ровер спирит и оппортюнити они были запущены в 2004 году на вот в 2003 в 2004 году они сели на поверхность марса то есть 14 лет назад я примерно начинал заниматься научной журналистикой и поскольку срок жизни этих приборов был рассчитан на 90 дней мы так начали медленно готовить публикацию итоговую публикацию о том когда они погибнут и мы быстренько публикуем как что этом открыли все такое в итоге вместо 90 дней один из этих близнецов проработал 2210 дней а другой с каким до сих пор работает вот и у они 10 очень много сделали на свою итоговую статью до сих пор не написал по этому поводу вот за к солнечное затмение снятая ими а вот интересная история почему собственно 90 дней до смотрите а откуда получают эти эти роверы энергию на солнечные батареи но мы знаем что марс планета пыльная и поскольку там есть атмосферная активность видов ветра и все такое солнечные батареи даже постепенно покрываться слоем пыли и терять мощность и изначально действительно сначала график мощности батарей был такой сто процентов от максимальные 80 60 50 30 потом раз снова 70 . работа подошел кути марсианин сказал так чего здесь напылили и этого марсиане на модель сфотографировали вот он вот это с марса снято это такой вот маленький так называемый полевой дьявол даст дэвил которые бегают по марсу маленькие смерти ки вихре которые вот бегут и сдувают пыль с марсоходов кстати их прекрасно вот мальчик вопрос о том самом а марс реконусе инс орбитар насколько хорошо он виден вот это снимок его которые вместо работы оппортюнити видно следы виден сам ровер и видно даже тень от его камеры но сейчас уже работает новое поколение уже две тысячи дней вот буквально позав в прошлую субботу две тысячи дней мы отмечали вот с момента а посадки на марс вот это вот уникальные истории марсоход curiosity он уже без солнечной батареи он уже получает энергию от атома то есть в нем стоит лежит такой ритек радио изотопный термоэлектрический генератор то есть в нем лежит плутоний полтоне распадается нагревается и это тепло напрямую перерабатывается в электричество очень сложно на марс что-либо сажать потому что атмосфер очень разреженная поэтому парашютов не хватает то есть парашют можно чтобы сбросить скорость с 7 километров в секунду дом до 1 километр в секунду дальше делать и вот здесь была сделала уникальная конструкция которая называется аэрокран аэрокран то есть сначала вот все затормозилась вот такая платформа на ракетных двигателей замерла зависла на поверхности марса и на на лебедках спустили и марсоход на поверхность причем интересно что марсоход казался хипстером потому что первое что он сделал это селфи это селфи самое настоящее сейчас у него есть такая рука с камерой механическая рука с камерой он может его так крутить и он первым так ну конечно это было сделано для того чтобы посмотреть все ли цело ничего ли не разбилось тем не менее хипстер на его сущность видео кедики такие вот прекрасный как протекто все хорошо вот и нужно сказать естественно двух еще запусках которые один из которых был другой из которых будет через через два года этот аппарат экзомарс и проект экзомарс это полноценный партнерский проект о россии и европейского союза европейского космического агентства два аппарата была запущена в 2016 году это европейский посадочный модуль который называется киапарелли и совместный российско-европейский аппарат который трейс гейс орбитер этот аппарат он сейчас уже начал работу нормальную он занимается изучением следов газов которые могут иметь биологическое происходящее метан всякий там пытается поймать и все такое как следы как дата бывшей жизни на марсе а вот с киапарели получилась незадача он во время посадки разбился и как вы думаете кто виноват не марсеяне тоже не нового не а по словам разработчиков конкретно этого аппарата виноват путин лично а они ведь я не шучу а потом я вина почему 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 виноват путин потому что а испытания посадки быть должны были проводиться в черном море в районе румынии 2014 году когда когда происходили все события с крымом и румыны сказали что мы решили не испытывать потому что мы испугались что начнется война из-за наших испытаний и поэтому вот не испытали и отправили в на марс он разбился естественно виноват конечно кто вот но это конечно смешно но в 2020 году должна должна уже отправить серьезная посадочная миссия там платформу посадочную делают у нас в стране вон по имени лавочкина а вот марсоход который будет назад пастер который тоже будет искать жизнь на марсе делают европе дальше после марса у нас тут астероиды видите вот это вот все это астероиды те которые мы видели вблизи в масштабе да тут они такого разного размера вот примерно так они распределены по солнечной системе честно сейчас нам уже известно около полумиллиона астероидов открыто даже больше наверно это вот то что мы видели в пролет вот газ про и да и дактиль у астероидов тоже бывают свои спутники штейнс лютеция и вот снова самурайская самурайский аппарат который называется хаябаса то есть сокол фапсан идея была очень красивая то есть вот аппарат прилетает к астероиду пикируют на него хватает грунт выбрасывает козявочку который называется мне нервоспускаемый аппарат ну и дальше ведите свой токио обратно внесет грунт ну как обычно все а а козявочка остается не указавочка остаются ты это японцы лучше погибнут во имя науки самара по самурайски а у них все пошло вообще не так по дороге сломали сионные двигатели когда начала пикировать а отказала все все и поэтому непонятно было то ли она коснулся то ли не коснулся то ли взял грунт или не взял грунт козявка вообще улетела в космос после чего связь отрубилась на полтора года как поступает в этом случае в нас и говорят ну ну ладно плохо бог с ним японцы полтора года методично восстанавливают связь потом методично пытается запустить хотя бы один двигатель и на честном слове на одном крыле дотаскивают миссию до японии сажают ее и выясняют все-таки да около тысячи песчинок этого самого грунта стероидного мы привезли счастье слава богу и сразу же отправляют вторую хаябусу ну там уже много там уже три козявки не промахнуться там уже большое старое тоже не промахнуться вот в июле в июле они вот в этом году должны прилететь к этому самому строю начать его изучать удивительная и неповторимая миссия down это не оценка умственного состояния это рассвет на самом деле означает в чем уникальность этой миссии уникальность а миссия в том что до сих пор до тех пор мы ни разу не было так что мы прилетаем к одному небесному телу вокруг него крутимся потом снимаемся с орбиты летим к другому и дальше крутимся вокруг него было так что мы там летим условно говоря комете галлея например да и пролетаем мимо венеры нормально окей летим плутона пролетаем юпитер тоже нормально но вот так чтобы 2 2 2 объекта стали одинаковыми целями так не было никогда и вот с миссия down взяла себе 2 2 объекта используется астероидов астероид номер 4 веста и когда она стартовала ты была строит номер один церера теперь это не стероид если вы помните плутон лишили звания планеты сделали карликовой планеты тот цереру наоборот подняли а вот теперь у меня к вам вопрос что такое планета космическое тело окей согласен дальше ядро не обязательно 200 по определенной орбите а второй тоже лиц по определенной орбите или луна на самом деле а смотрите до 2006 года вообще там определение планеты не было ну просто платье планет все все знают только планету но потом когда начали появляться новые новые объекты встал вопрос как определить что такое планета и теперь вот астрономы собрались и создали три критерия планетности первое это не звезда ну то есть в планете нет не протекают термоидные реакции то есть она отдает меньше энергии чем получают второе она достаточно большая чтобы быть шаром то есть под действием своей гравитации она сжимается в шар то есть вот место точно не может планета она такая вот бесформенно церера да а вот дальше есть третий пункт по которому сред на котором срезался плутон планета должна быть достаточно большой для того чтобы со своей орбиты по которой она движется все от все остальные объекты убрать то есть почему целью не может плане потому что вокруг не рядом с ней в поясе астероидов да о будет целира вот это здесь естественность полно мусора всякого та же самая история с плутоном когда рядом оказалось что около плутона еще полно разных других объектов пояса койпера никто планет он быть не может поэтому церера стала одной из пяти карликовых планет сначала мы полетели к вести это вот такой 500 километровый объектик очень плотные вы изучили открыли большой кратер очень большой кратер реа сильвия имеет диаметр с весь со всю планету вот он внизу кто ударил то есть фактически чуть не разорвал планета большой характер оказался вот этот центральная горка а она кэш большая но она имеет высоту 22 километра это самая высокая гора в солнечной системе он даже еще такой кратер кратер снеговичок вот прикольный такой а дальше мы полетели к церере который мы вот видите мы видели как никак не видели но было видно в телескопа что на них тут белеет по мере приближения мы видели что это вот такой вот что-то вот такое в кратере белеется сейчас а нет это уже это соли все-таки это сульфат магния но есть еще одна загадка в церере она ведь она она очень она очень гладкая очень гладкая поверхность то есть нет никакой активности на ней вулканов ничего он и вдруг мы видим помимо кратеров вот такой вот гору то есть практически на 1000 километровой планете есть прыщик высотой в 6 километров такой конусообразный как он появился вот таких теорий пока что нету что это такое и сейчас летит очень течет нам очень интересная история это вот астероид бену он обыкновенный астероид но он достаточно близко к земле подходит и поэтому сейчас туалетит аппарат который называется узел из рекс это тоже аббревиатура которая означает что этот аппарат будет спуск исследовать следующие вещи он будет следовать первое можно ли этот астероид использовать в качестве источника полезных ископаемых второе а можно ли повлиять на астероид из изменить его орбиту потому что там есть такой эффект яновского картины елку когда из-за разной скорости нагрева разных сторон астероидов у него немножко меняется орбита можно ли на это повлиять и отвести его от земли вот такой вот азирис-рекс он уже в этом августе должен прилететь к на астероиду дальше юпитер самая большая планета солнечной системы с огромными вот в стороне земли понимаете да с огромной атмосферой из четырьмя огромными спутниками там есть четыре спутника которые называют галилеевыми спутниками первый объект открытые в космосе в телескоп это и у ганимет европа и каллисту вот это вот самый большой спутник солнечной системе давать ганимет он больше меркурия интересная вещь вот вам для сравнения как мы далеко продвинулись в изучение солнечной системы это первый снимок ганимеда сделаны космическим аппаратом пионер это снимок сделаны космическим аппаратом галилео то есть между между снимками если не ошибаюсь 25 лет и вот какая разница в качестве вот там например его на спутнике и ущерб действует 35 вулканов самые большие вулканы в мире до недавнего времени его изучал зонт галилео вот такой вот зонт но сейчас вокруг него летает миссия юно чем интересна миссия юно смотрите огромные огромные солнечные батареи знать почему это а потому что там принципе уже мало солнца и обычно туда летают с использованием атомной энергии ну то есть как как источник электричества но когда готовилась миссия юно сша уже сильно поссорились россии и у сша закончился оружейный плутоний из которого получается плутоний 238 для которого ну для этих генераторов и выяснилось что как только вот все закончилось росатом поднял цену на на свой плутоний в три раза прислали отправлять на солнечных батареях тем не менее юно сейчас летает и придает дает очень очень красивые картинки полюсов мне не раньше ни разу не видели по лесу от полюса юпитера ну и вообще просто очень красивые картинки атмосферы юпитер вот так вот так вот так вот юпитер выглядит да вот очень много разных снимков вот тоже вот так вот и вот специально на примере новой планируемой миссии к юпитером покажу насколько это тяжелая вещь изучать планеты гиганты далеко смотрите вот миссии миссия джуз который будете взять спутники юпитера она была объявлена в 2014 году 4 года назад то есть тогда сказали ребята мы типа вот выбрали миссию она летит она стартует и вот ты 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 и ты получаете возможность свой прибор поставить на на аппарат и у вас есть четыре года чтобы прибор построить построить и тестировать привезти к нам в германию и так в четырнадцатом году а миссия объявлена в восемнадцатом году вы привозите приборы на место сборки аппарата потом четыре года аппарат строится собирается тестируется в 2022 году то есть через восемь лет после начала работы над ним нам над вашим над вашим прибором вы приезжаете на запуск если все хорошо получается аппарат стартует и летит к юпитеру потом восемь лет он летит ничего не происходит просто летит потом в тридцатом году он прибывает к юпитеру вы начинаете изучать полтора года два года он работает может быть если все повезет то а может быть нет может уже там сломается и вот то есть получается и в чип только через восемнадцать лет после начала работы вы получаете свой научный результат или не получаете так что жить нужно долго естественно не мы не могли обойти внимание кометы кометы человечество изучает с приборами очень хорошо и мы уже видели 6 комет в близкого расстояния но вот последняя миссия очень было очень дерзко очень интересный день была такая вы знаете то что комета да она летит издалека приближается к солнцу отращивает хвост за счет испаряющихся газов из ядра делает оборот и уходит снова в дальние дали идея была такая мы прилетаем к комете тогда когда у нее еще нет хвоста далеко далеко и вместе с ней кружась вокруг нее приближаемся к солнцу обходим солнце и возвращаемся обратно а вот миссия розетта а потому что на нас она так в честь розетского камня по которому разгадали иероглифы было предположение что вот ми это миссия позволит разгадать происхождение жизни на земле потому что есть версия о том что органические материалы и вода попали на землю через кометы кометная бомбардировка земли видите аппарат был запущен для в 2004 году и 10 лет летел туда вот там где она встретилась кометы и вот встретилась кометы видите какое ядро кометы без хвоста на что похоже на на грушу да на грушу на гантельку а потом причем интересно что вот такую форму такой вот да вот двух шариков разного размера имеют как минимум пять из шести ядер комет которые мы видели и сейчас вот когда мы после всех и после всех исследований комет чурюмова и герасименко вот который мы изучали мы понимаем что действительно скорее всего комета образуется вот когда снежки такие грязные снежки слипаются образуется два снежка получается так комета это раньше это были два разных кусочков но естественно без селфи не обошлось на фоне кометы куда без него и вот потихонечку начал начали готовиться к посадке на комету . g там бы 10 точек было выбрано a b c d e f g и так далее а вот и вот здесь получилось получился косяк аппарат розетта к нему был прикреплен спускаем аппарат который был на за который назывался господи сила это такая стиральная машинка но работ по форме лихать колонка но наверно побольше так от полностью увешанная солнечными батареями и три ноги никакого парашюта не нужно просто сила тяготень очень маленькая то есть он просто отцепляется от аппарата и медленно-медленно падает на комету для того чтобы он с кометами они сосны свалился вот эти вот на этих ножках на этих лапках были предусмотрены такие гарпун и которые должны при гарпунить его комете более того там должно было быть случилось случиться такой двигатель реактивный который прижимал бы его комете что произошло то есть скорость сближения скорость падения один метр в секунду что такое метр в секунду ну ничего вообще да то есть вот вот метр в секунду примерно сейчас падаю со скоростью то есть я вот упал на две ноги и стою но там комета там силы тяжести почти нет и когда сила села на комету не сработали гарпун и не сработал двигатель и я вот стою да она отскочила вверх на 500 метров и начала падать в так вот скакать плясать поэтому самым и где-то в итоге вот в каком-то ущелье в раскоряку вот так вот встала бог с ним барсер с раскоряка это было вниз не так страшно страшно другое страшно то что он оказался в тени и получал света гораздо меньше чем чем ожидалось и в итоге естественно он у него не хватило энергии и было решено пустить вход просто аккумулятор внутренние и за там за 60 часов разрядили аккумулятор на получили просто все данные которые могли получить а так бы если бы все было бы хорошо он конечно там прожил на комете не 60 часов а три-четыре месяца тем не менее мы продолжали вокруг комета крутится начали видеть как у него растет хвост а вот сделали круг и уже через два года аппарат был разбита комета снова для того чтобы мало ли чё вот сатурн у нас все хорошо потому что на сатурне мы были у сатурна почти 12 лет работал аппарат кассини георгенс который считает на врача самая успешная миссия в истории космонавтик надо и самых успешных вот такой вот аппарат огромный он во-первых совершил первую в истории человечества посадку на спутник титан а у сатурна и большой большой спутник титан со своей атмосферой там есть атмосфера там есть моря там есть реки но не водные а углеводородные то есть там из метана моря и зато на берега вот 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 реальная фотография с поверхности титана сделаны а так после этого аппарат кассини работал 12 лет передал сотни тысяч к безумно красивых фотографий сделал огромное количество открытий шестиугольный ураган на севере на северном полюсе полярное сияние самое важное самое главное открытие это вот а там есть такой спутник энцелад диаметром полка по полтысячи километров с южного полюса энцеладок судя по всему дженнис с южного полюса инцелада бьют гейзеры водные гейзеры то есть судя по всему под поверхностью энцелада есть настоящий водный океан в котором может быть жизнь сейчас тоже готовится новая миссия который будет пытаться ее там найти вот океана на титане разные мелкие спутники формирование кольца ночь много-много красиво а вот про 2 про 2 а другие планеты последние планеты и сказать очень мало можно потому что всего лишь одна миссия их видела и это тоже будет удивительный и потрясающий практический подвиг команды из нас а я имел честь общаться с руководителем миссии voyager вот аппараты voyager 1 voyager 2 месте называется большое путешествие great tour а идея была такая где-то в 60-е 70-е годы все четыре большие планеты нашей системы выстроились в одном секторе то есть так чтобы их можно было бы лететь одним аппаратом молодая молодая команда из нас а прибежала к руководству сказать дайте нам денег мощи заправим туда аппараты большие хорошие тяжелые аппараты и пускали идея классно но денег нет потому что у нас типа лунная программа честно улетим ну ладно потом скале окей ладно денег дадим но мало и в итоге дали денег который хватило на аппарата которых хватило бы гарантированно на то чтобы пролететь только юпитер и сатурн и стоун принял правильное решение оба пара слетят мимо юпитера и сатурна это основная миссия программа дальше один из них начинает уходить вверх над плоскостью солнечной системы покидать ее пропадать ее пределы а второй voyager 2 летит дальше летит к нептуну к юпитеру курану и нептуну и вот ну впервые в жизни увидели уран увидели его спутники спутники урана в реальном их в реальной отражательной способности таким фактически то грязные такие угольные снежочки вот новые спутники открыли очень много спутников урана сейчас открыто и они все носят название героев шекспира вот бьянка порция крисида афелия там десдемона есть вот и больше мы ближайшее время новых миссий к юпитеру а курану не ждем нептун тоже он более синий такой прикольный он конечно поменьше уран юпитера и сатурна но вот мы увидели совсем близко от облака большое синее пятно на нем кольца нептуна открыли сфотографировали очень хорошо вот этот вот спутник нет но тритон на самом деле это такой украденный он украл этот двойник плутона нептун украл его из пояса койпера и кстати а вот ведь этот маленькие такие вот грязные прязные полосы вы аналог некоторые могли видеть у нас зимой когда видите большая из трубы тут дым и поднимается вверх да а потом идет параллельно земле вот это тоже такие вулканы которые коптят и потом их их разносят по над над поверхностью ну и новые спутники и все такое ну и собственно осталось нам вот до 2015 года все астрономы все говоришь ну все классно всем увидели только плутон мы не знаем что такое плутон вообще то есть потому что до 15 года плутон вот в телескоп хаббл виден был вот так то есть ну что такое плутон как он выглядит вообще непонятно и вот 2006 году отправился аппарат новые горизонты вот он сразу увидел свою миссию вот надо сказать плутон это не просто карликова планета это двойная планета потому что как вы думаете почему да а плутон вот это плутон это и спутник харон но спутником его назвать неправильно потому что он настолько большой что они вместе вращаются вокруг общего центра масс они ухара вокруг плутона вращается и вот слух свершилась собственно город в 14 июля 2015 года мы впервые увидели плутон он не похож ни на что вообще как будто абсолютно не похоже ни на что с а плутон вот очень разные абсолютно разные объект на нем ледники и горы вот этот объект вот это вот такое большое белое пятно называется регионом или районом там буклайт там будет астроном который открыл плутон в 30-м году и когда только затевалась миссия новые горизонты еще в 90-х годах на сам написала ему письмо он был что живой искали уважаем профессор можно ли бы на вашу планету отправим аппарат он сказал можно и тем самым обеспечился самые дорогие похороны в истории потому что когда он умер а часть его праха отправили на плутон а вот посмотрите какой красивый закат на плутоне а это вот спутник харон и интересно что сейчас же сейчас же ну когда мы открыли увидели вблизи теперь можно все это называть дату давать название объектом и вот это вот черное пятно на спутнике харон называется мордор мордор там нас на хороне разрешено давать название из произведений посвященных путешествиям поэтому там очень много названий с хоббита есть ну и заселен колец из хоббита тоже то есть там даже где-то горлом затесался вот но это его спутники никс гидра кербер и стикс интересно что аппарат летит дальше и вот сейчас нужно согласировал еще два объекта пояса койпера а что такое поиск койпера вы знаете да нет а оказалось что помимо пояс астероидов вот там где плутон совсем далеко есть еще один на большой пояс с кучей всяких таких вот ледяных объектов которые называются поясом койпера плутон самый большой объект в нем но не единственный час мы узнаем уже сотни даже тысячи объектов поясе койпера некоторые из них имеют свои названия в том числе например а карлика планета маки маки хауме и прочее прочее вот два новых объекта сфотографированы а 1 января будущего года новый горизонт увидит еще один объект это будет самый далекий объект который мы видели вблизи солнечной системы но мне осталось в общем-то два немножко рассказать про миссии voyager которые продолжают лететь представляете себе вы же разбирайтесь компьютера когда хоть чуть-чуть чуть-чуть ну чуть-чуть да аппарат voyager voyager 1 стартовал в 1977 году то есть сорок один год назад спроектирован он был еще раньше то еще за пять лет до этого то есть компьютер на воиджере был создан запрограммирован где-то 50 но не 50 много там 45 лет назад а теперь представьте себе что у вас есть аппарат управляемый компьютером который сделал 45 лет назад сигнал которому идет 12 часов так далеко он улетел но он работает и вот в 2011 году на аппарате voyager завис компьютер у него вылетел один байт памяти и вот вы программист на земле уже современный там все там си плюс mysql все это знаете а у вас комп который написан на фартране и завис его можно перезагрузить его только сигнал к ему идет 12 часов и обратно пинг 12 часов то есть ребята перед перегружали вот эти несчастные бит памяти месяц но смогли сделать и сейчас voyager вышли за пределы солнечной системы ну если в одном из них то есть там где солнечный ветер сталкивается со звездным и останавливается то есть они уже за этими пределами и последние два слайда незадолго до того как когда когда аппарат пролетел нептун на нем уже стали не нужны фотокамеры дальше фотографировать нечего и карл саган который руководил программой фотосъемки он настоялся были были сделаны вот эту вот вот эта вот картинка аппарат развернули к земле и провели серию снимков и вот смотрите не повезло марсу он попал в блик солнечный и меркурий слишком близко к земле но вот смотрите вот венера земля юпитер сатурн уран нептун вот их отдельник отдельные кадры мы впервые в жизни увидели нашу солнечную систему со стороны первый вот снимок называть семейный портрет и последний снимок который стал названием книги карла сагана он называется пейл блюдо тыли тусклая голубая . вот этот вот коричневый коричневая полоса это на самом деле солнечный зайчик луч сон попавший в объектив а вот эта маленькая-маленькая голубенькая пылинка это наша земля да 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 но вот называется тусклая голубая . вот собственно говоря и у сагана есть очень хорошие найдите сами прочитать них не хочу повторяться за ним что все наши склоки все наши ссоры все все люди когда-либо жившие на этом на этой земле все плохие люди все хорошие люди все короли все ученые все преступники все святые все уместились вот на этой самой пылинке подвешенной к лучу света вот примерно вот так вот мы изучаем солнечную систему большое спасибо если есть вопросы я на них отвечу спасибо Потому что у нас оранжевых несколько. Но я знаю, что оранжевый ваш любимый цвет. Да, спасибо огромное. Спасибо большое. Вопросы-то есть? Да, вот и есть. Могут, господи, подойдут все кто-то? Ну да, давайте я сейчас просто спущусь. Вопросы, останьтесь, пожалуйста. Да. Вопросы, останьтесь. 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 Вопросы, останьтесь.